Как известно, плохая погода никогда не останавливает спортсменов. Вот и сегодня, несмотря на сильный дождь и достаточно низкую для юга температуру воздуха, атлеты вышли на старт дистанции 35 километров. Такую обычно они ходят на зимних соревнованиях. Летом – олимпийские 50. Сегодня представители не самого быстрого вида спорта проходили свою дистанцию на самой скоростной трассе. 11 женщин и 15 мужчин соревновались на Сочи автодроме. С 2016 года мы принимаем у себя это соревнование, что примечательно, произошли небольшие изменения. Сейчас у организаторов в формате проведения самого соревнования дистанция 10, 20 и 35 километров спортивной ходьбы. И впервые на дистанции 35 километров принимают участие девушки. Это очень примечательно. Погода не помешала проведению чемпионата, но все же внесла свои коррективы. Многие атлеты признались, очень замерзли, но не оставили борьбу, выкладываясь на дистанции. Дмитрий Чебарев из Мордовии преодолел 35 километров за 2 часа 31 минуту и стал лучшим на чемпионате страны среди мужчин. Это не мой личный результат. Я ходил и быстрее, но самый хороший результат, я думаю, что это победа. Было очень прохладно. Это ощущалось по ходу дистанции, потому что и руки мерзли, и ноги мерзли, даже голова мерзла. Дышать было тяжело. Ну, в общем, довольна. Самое быстрое время среди женщин на чемпионате России показала Клавдия Афанасьева. Своих ближайших преследователей она обогнала на 6 минут. Ее результат в 2 часа 38 минут. Кстати, сегодня в Сочи Клавдия Афанасьева поставила рекорд страны. Я довольна своим выступлением. 30 километров держала в своем темпе, но последняя пятерка далась мне тяжело. Тем не менее я дошла. У меня получился рекорд России, и я этим очень довольна. Очень высокий результат, особенно Клавдия Афанасьева. Порядка 2 часа 38 минут. Чтобы вы понимали, если скоррелировать на 50 километров, это выше мирового рекорда девочка прошла. Также сегодня в Сочи состоялись соревнования среди юниоров. Они прошли по 10 и 20 километров. Командный чемпионат России по спортивной ходьбе завершен. Впереди легкоатлетов ждет долгожданный отдых.